Анаконда Анаконда – самая большая и тяжелая змея из всех ныне существующих на Земле. Вес взрослого животного может достигать 100 килограммов, а длина колеблется в пределах 5-7,5 метра. Документальных свидетельств о них, чьи размеры превышали бы 7,5 метра не существует. В районе хвоста эти присмыкающиеся имеют небольшие костные отростки, которые являются рудиментами задних ног. За эту особенность они получили название ложноногие. На скорость перемещения оказывают влияние огромные размеры и большой вес тела. Зеленые змеи – прекрасные пловцы и ныряльщики. Они способны довольно долго находиться под водой, в это время их ноздри плотно закрываются от попадания воды кожными наростами похожими на клапаны. Ленька также происходит исключительно под водой, в это время змея трется брюхом одной и постепенно стаскивает с себя старую кожу. Питание После того, как добыча приблизится на близкое расстояние, змея делает быстрый бросок и, обившись вокруг своей жертвы кольцами, начинает душить ее. Сила сжатия такова, что животное просто не имеет возможности дышать и практически мгновенно погибает от удушия. Змея-анаконда под водой. Этих змей иногда называют водяными удавами. Они нападают даже на таких грозных хищников, как крокодилы. Человек также может стать жертвой этого пресмыкающегося. Случаи, когда змея съела человека, часто описывают индейцы, живущие в южноамериканской сельве. Документально они не подтверждены. Однако нет никаких оснований не доверять рассказам местных жителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Змеи Пресмыкающиеся, которые обитают практически на всех континентах. Многие виды змей ядовиты, их яд довольно сильный и некоторые виды могут одним укусом убить человека. Яд им нужен для охоты. Ядовитые змеи молниеносно атакуют свою жертву и ждут пока яд подействует и потом проглатывают свою добычу. Но не ядовитых змей все же больше. Они подкарауливают добычу, бросаются на нее, извиваются вокруг тела и начинают душить и после заглатывают ее целиком. На этих кадрах можно наблюдать охоту питона на диких свиней. Змея подползает к ним вплотную, а свиньи никак не реагируют, наверное просто не чувствуют опасности. А зря. Питон молниеносно бросается в атаку и ловит свою жертву в плотные объятия. Змея сдавливает тело поросенка с огромной силой, ломаются ребра и грудная клетка и вскоре жертва затихает и питон начинает свою трапезу. Питон против крокодила. Здесь змея решила помериться силами с крокодилом. Вообще питоны довольно часто нападают на крокодилов и аллигаторов и пожирают их, но при условии, если размер крокодила небольшой. А тут настоящий гигант. Но вот питон первым бросается в атаку. Крокодил хватает его своей зубастой пастью, а питон оборачивается вокруг крокодила, чтобы задушить его. Через некоторое время крокодил отпускает змею и питон тоже ослабляет свою хватку. В этой битве победителя не оказалось, силы были равны. Питоны нападают практически на всех живых существ, которых могут съесть. Здесь питон атаковал гуся. Если бы не местные жители, которые отогнали змею, то гусь бы вскоре оказался в брюхе питона. Питон считается самой большой змеей на планете, наряду с анакондой. Длина питона может достигать 12 метров. Здесь питон напал на детеныша оленя, который был рядом со своей мамой. Как обычно, змея ввелась вокруг жертвы и начала душить ее, и взрослый олень уже ничем не смог помочь своему детенышу. Огромная анаконда напала на корову. Корова была обречена, если бы не местные жители, которые смогли вытащить ее из смертельных объятий змеи. Дятел против змеи Древесная зеленая змея заняла место дятла на дереве. Дятел решил так дело не оставлять и начал выманивать ее наружу, чтобы атаковать. И когда змея показывается, птица нападает на нее и начинает долбить своим мощным клювом. Но змея тоже не стала сдаваться и несколько раз схватила дятла пастью, да так, что выдрала из птицы перья и пух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этой схватке змея вышла победителем, и дятел уже не желает с ней связываться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Змеи довольно часто нападают и пожирают других змей. Здесь можно наблюдать, как черная змея напала на другую, которая была поменьше размером. Маленькая змея пытается выбраться и кусает противника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но это не помогает, и вскоре она превращается в пищу для черной змеи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь похожая ситуация. Кобра заметила другую змею, которая была не намного меньшего размера. Для кобры это хороший обед, и выбрав момент, она атакует и вонзает свои ядовитые зубы в тело жертвы. И немного подождав, проглатывает змею целиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот еще несколько атак питона на различных животных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И этом все. А вы знаете, что в Бразилии есть остров, который называется Остров-Змей? Он небольшой по размеру, но количество змеи, живущих там, просто огромное. На каждый квадратный метр площади приходится условно 6 измей. И это одно из самых опасных мест на планете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА